Раннее утро, Партизанский проспект, наличие пробки не гарантирует того, что вы не попадете в ДТП. Будьте внимательны. На Партизанском проспекте столкнулись три автомобиля. Этот автопаровоз занял половину проезжей части, из-за чего со стороны кольца инструментального завода скопилась пробка. Все трое водители, как это ни странно, имели одну версию того, что произошло, просто с немного разных ракурсов. По памяти помнится, что вроде бы ребенок держал собаку, маленького, и собачка побежала через дорогу. Я по тормозам, и вот все произошло. Мне еще показалось, что ребенок сейчас побежит за собакой, и, ну, в общем, принял меры. Водитель, следующий за фориком, остановиться резко не смог. Спасли собаку, а машину уже не спасли. У вас скорость большая была? Нет, вообще маленькая. Почему не успели остановиться? Он неожиданно, потому что автобус выезжал, я за автобусом выехал, и он встал резко. Ну, то есть, все очень быстро. Дети, собаки, другие пешеходы, никто не пострадал, да? Нет, нет, нет. Слава Богу. Последний в цепочке малолитражный фит закончил картину под названием «Спасение шарика». Ну, 40 километров где-то ехали, и, получается, я тоже боковым зрением видел двух человек здесь с собакой, и вижу, как форик начинает обворачивать, резко тормозит. У него Тиана, ну, Тиана двигалась, ну, чуть побыстрее, наверное, меня, ну, километров 55, вот так. И, получается, она врезалась и отскочила от него, ну, прям резко просто встал. Я уже по тормозам тоже полностью, ну, не успел там. Ну, не сильно. Вы не догоняли ее, вы уже как бы в стоячую Тиану. Да, да, да. Она, получается, врезалась и сразу тут встала. В результате столкновения сильнее всех пострадал второй автомобиль в этой цепочке. Он получил удар как спереди, так и сзади. Кстати, в отличие от остальных, Ниссан с места происшествия уедет с кузове эвакуатора. Все трое автовладельцев ожидают приезда сотрудников ДПС. Во-первых, участников этого ДТП трое. Во-вторых, повреждений гораздо больше, чем положено по европротоколу. Ну, и в-третьих, предстоит решить, кто, кому и сколько будет оплачивать. Несмотря на достаточно внушительные повреждения, водители не расстраиваются, ведь самое главное, никто из людей и даже животных в этой аварии не пострадал.